Отстаивать квадратный метр они продолжают в суде. Сегодня в Казани вновь начался процесс по нашумевшему делу. Владельцы коттеджей поселка Восточный против строительства многоквартирных домов рядом с ними. Жильцы новостроек позиции тоже не сдают, рассказывает Инна Данилова. Страсти в поселке Восточный, Салмачи, несмотря на морозную погоду, кипят нешуточные. Конфликт между владельцами коттеджей и застройщиком, который возводит вплотную к частным домам многоэтажные строения, рассматривается в суде. В частном доме хотелось жить уютно, а тут у нас получается многоквартирный дом построили. Земля выделялась под индивидуальное строительство, соответственно, один собственник должен быть. В ходе прокурорской проверки совместно с другими контролирующими органами эти дома признаны незаконными. Данное действие является нарушением законодательства, и поскольку безопасность многоквартирного дома не подтверждена соответствующим разрешением и не инспектируется соответствующими структурами, то возведенный жилой дом не может отвечать требованиям безопасности. Самого застройщика, как сказал судья, по причине болезни на заседании не было. Позже его позицию по телефону озвучила его представитель. Строительство является законным. Право собственности зарегистрировано в установленном законном порядке. Оно в настоящее время не оскорено. Объект был построен единственным лицом, которое впоследствии продало вдалевую собственность, что также соответствует закону. Но права жильцов спорных домов все же нарушены, считают прокуратуре. У сынии Закировой двухкомнатная квартира привлекла низкая цена, говорит она. А то, что на момент покупки уже шли судебные разбирательства, она не знала. Мы являемся добросовестным приобретателем данного дома, и наши права в первую очередь здесь нарушены, потому что это наше единственное жилье. Мы имеем право конституционно на сохранность жилого помещения, на неприкрасновенность жилища, на частную собственность. Пострадавшими в этой ситуации одновременно являются и жители коттеджей, и жильцы новостроек. Ведь многие из них, переехав в новую квартиру, успели сделать дорогостоящий ремонт. При том, что, по мнению прокуратуры, над всеми этими домами, как дамоклов меч, висит угроза сноса, как незаконных построек. Следующее заседание суда состоится через две недели. Инна Данилова, Равкадзиадинов, Вести, Татарстан.